Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнур Жакен. Сегодня выпуски. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Литотрептора позволяет расширить возможности щадящей хирургии. В отделении урологии областной клинической больницы заработала операционная, оснащенная литотрепторами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Карагандинских студентов и преподавателей вузов массово обучают пользованию электронными цифровыми подписями. Искоренить коррупцию в учебных заведениях посредством популяризации портала электронного правительства. Такую цель осуществляют сотрудники Департамента ЦОН и Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по Карагандинской области. Согласно планам, к 2022 году 80% государственных услуг должны быть заказаны в электронном виде. На территории всей страны ведется массовая работа по реализации программы «Цифровой Казахстан» в различных сферах. Не остались сторонеи образовательные учреждения. 8 декабря прошлого года был подписан меморандум между Департаментом Центра обслуживания населения и вузами региона. Теперь в университетах Караганды действует свой Центр обслуживания студентов. Данный шаг предусматривает популяризацию портала электронного правительства среди студентов и преподавательского состава вузов. Сотрудников данного вуза студентов обучают и получение электронно-цифровой подписи. На сегодняшний день в рамках данного меморандума получили около 250 преподавателей и более 2000 студентов электронно-цифровой подписи. В Карагандинском государственном техническом университете обучается несколько тысяч студентов. Открытие Центра обслуживания студентов при университете стало важным событием для всех его обитателей. По словам студентов, огромным плюсом является то, что отныне для получения необходимых справок не нужно обивать пороги деканатов и прочих инстанций. В этой связи для нас студентов является весьма актуальным и своевременным открытие Центра по обслуживанию студентов в нашем университете, что позволяет студентам не бегать по деканатам, различным местам для получения справок и мест в общежитиях. Кроме того, в Центре обслуживания студентов имеется уголок по самообслуживанию. С помощью которого студент может получить различные справки, такие как адресная, об отсутствии судимости, недвижимости и так далее. В Карагандинском техническом университете электронную цифровую подпись получили сотни преподавателей и тысячи студентов. О проделанной работе по выдаче электронных цифровых подписей высказался первый проректор Карагандинского технического университета Аристотель Исогулов. Уже электронной цифровой подпись получили 570 преподавателей и 1835 студентов. В марте этого месяца будет еще организован семинар, а также обучающий семинар, который позволит еще обучить порядка двух тысяч студентов и преподавательских составов около 500. Стоит отметить, что меморандум между департаментом Центра обслуживания населения и вузами Караганды был подписан по инициативе Департамента агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по Карагандинской области. По словам заместителя руководителя департамента Берика Ахметова, популяризация электронных услуг позволит искоренить бытовую коррупцию. Это значит внедрение цифровых технологий в повседневную нашу жизнь, минимизирует бытовую коррупцию. В этом плане мы должны эту работу проводить в полном объеме для того, чтобы, как сказал глава государства, это дает еще очередной импульс, очередной рывок для нашего государства, для того, чтобы войти в тридцатку развитых государств мира. На данный момент на базе семи высших учебных заведений города работают Центры обслуживания студентов. Ведется активная работа по выдаче электронных цифровых подписей. Помимо этого проводятся семинары, обучающие студентов и преподавателей правильному пользованию электронными цифровыми подписями. Торжан Лянова, Жаслан Макубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Каждый сельский аким должен знать слабые места своих населенных пунктов в случае весеннего половодия. В департаменте по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области провели учебно-методические сборы с акимами сельских округов. Система помещения должна работать. Без этой штаммовой алганги здесь спокойно можете прийти, кнопку нажать и сказать. За учебными столами специалисты и акимы сельских округов. Актугайского, Каркаролинского, Усакаровского, Шетского, Бухажраусского, Улытаусского и Жанааркинского районов. Именно тех регионов области, которые наиболее подвержены подтоплению в период весеннего половодия. Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям разъяснили многие вопросы. Но самое главное – это алгоритм подготовки и проведения эвакуационных мероприятий. Мы буквально вчера, сегодня мы показывали именно практические действия местных исполнительных органов. Именно где населенные пункты, где были подвержены паводковой ситуации. Где именно проводили работу по обваловке территории данных населенных пунктов. И практически показали именно вот эти дамбы, где проводились вопросы ликвидации чрезвычайной ситуации. В первый день сбора слушатели ознакомились с работой специализированной пожарной части номер 17, где было представлено пожарно-техническое вооружение и пожарная техника. Также был организован выезд в населенные пункты Чкалово и Садовое для ознакомления с инженерными противопаводковыми сооружениями. Участники сборов высоко оценили важность таких мероприятий. Вот эти курсы, которые нам два дня провели, я думаю, они очень полезны. Я думаю, как Аким поселка, большого, крупного, который еще в 2015 году подвергся сильному затоплению, наводнению. Практически 90% моего поселка ушло под воду. Более 240 домов было разрушено. Очень большая помощь была от государства. Вот эти курсы, я думаю, дополнительно, как мне, Акиму, я думаю, моим коллегам, которые были на этих курсах, помогло. Мы и практически выезжали, какие нужно проводить мероприятия, какие нужно сооружения строить. Вот мы смотрели, в нашем районе в прошлом году были установлены габионы. Это очень для практики, я думаю, для населенных пунктов защита очень хорошая. Главной целью учебно-методического сбора является обучение мероприятиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера, подготовке и проведению противопаводковых мероприятий, организации тушения природных пожаров. Учебно-методический сбор такого формата проводится впервые, и отмечают в департаменте ПУЧС. Обучение по двухдневной программе специалистов районных акиматов и акимов сельских округов будет проводиться в течение всего февраля. Всего планируется охватить 73 слушателя. Андрей Тен, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Единственная в Караганде медицинская аппаратура позволяет расширить возможности щадящей хирургии. В отделении урологии областной клинической больницы заработала операционная, оснащенная литотрепторами. Современное медицинское оборудование позволяет разрушать камни в почках и мочевых путях совершенно безболезненно для пациентов. Наш корреспондент Сергей Высокосов побывал на одной из таких операций, которые стали уже обыденными в областной клинической больнице. На многомиллионном оборудовании уже сделано более 500 операций. Хотя хирурги предпочитают называть свои действия сеансами. В зависимости от сложности заболевания их бывает несколько. Но эффект всегда один. Камни дробятся и выходят естественным путем из организма. Через три дня пациент уже выписывается из урологического отделения. Отделение оснащено современной техникой. Имеется полный набор оборудований для проведения всевозможных различных операций, как эндоскопических, так и с помощью традиционной хирургии, то есть с разрезом. В отделении стараются исключить из своей работы открытую хирургию. Пациент может наблюдать весь ход операции или сеанса через монитор. Дистанционные и контактные литотрипторы не просто позволяют обойтись без разрезов, но нет длительного послеоперационного периода с ежедневными перевязками. Послеоперационные осложнения практически сведены к нулю. Это оборудование позволяет с помощью вот этого вот аппарата ультразвукового дробить камни в почках, в мочевом пузыре. Когда пациент вот так вот лежит на столе, к нему подходит терапевтическая головка, которая генерирует ультразвуковые волны. Эти волны фокусируются на камне и происходит, возникает дробящий эффект. В отделении урологии областной клинической больницы оказывают как экстренную, так и плановую помощь. Камни до двух сантиметров удаляются без разрезов, что улучшает качество жизни больного, но и в традиционной хирургии литотрипторы оказывают неоценимую помощь. Установки не только дробят с помощью лазера камни, но и дают возможность более полного обследования больного. Главное, пациенты самостоятельно встают с операционного стола без всяких болевых ощущений. Мне операцию сделал Сергей Ашимович, но без хирургического вмешательства. Он мне... Было два мелких камушка, он мне их удалил. А где это было? Лазерем. Где это было, в камушке? В почке. Ага. В почке, в правой почке. Первый раз? Первый раз, да. Потому что они мне отказали в этом, не стали меня делать. Отправили сюда. А здесь меня с удовольствием приняли. Вот, прооперировал без операции. Ой, замечательно, замечательно. Я первый раз видела вот такое вот оборудование. Я даже все свои внутренности видела пойти на экране полностью. А после операции больные с удовольствием отдыхают и делятся своими впечатлениями. Скоро выписка. Скоро домой. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев. Первый Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. К другим новостям. Красивые танцы, вкусные угощения и познавательные книги. Таким образом, карагандинских школьников приобщают к познанию культуры, традиций и литературы других народов. Библиотеки имени Абая проходят дни этнокультурных объединений. Караганда всегда славилась единством и дружбой представителей разных национальностей, которых в нашем регионе множество. На сегодняшний день в городе есть более 70 этнокультурных объединений. Чтобы сплотить народы и привить школьникам любовь и уважение к различным культурам, сотрудники библиотеки имени Абая решили организовать нееднокультурных объединений. На этой неделе школьников знакомили с культурой и литературой братского узбекского народа. Информация об узбекском народе, о культуре мы знаем очень много, но, к сожалению, о литературе Узбекистана дети, наверное, знают очень мало. И самое главное, вот сейчас библиотека задачи в чем? Чтобы дети узнали больше литературы, больше узнали классиков, больше узнали современных узбекских писателей и поэтов. Во время выставки детям были показаны фрагменты из документальных фильмов об Узбекистане, традициях и бытии его народа. Организаторы решили удивить посетителей не только информативными роликами, но и красочными танцами, а также изысканными угощениями узбекской кухни. Детям подобное мероприятие не могло не понравиться. Мы нас ознакомили с узбекской кухней, узбекскими традициями. И мне очень понравилась, конечно же, узбекская кухня, также узбекские традиции, танцы были очень красивые. Они не так уж отличаются от нас, но все-таки у них похожие, как у нас, шапаны. У них есть такие же традиции шашу, как нам сегодня показали по видеоролику. Сотрудники библиотеки имени Абая продолжат знакомить детей с этнокультурными объединениями до 22 февраля. Завтра библиотека вновь распахнет свои двери для всех, желающих пополнить знания о культуре и литературе татаро-башкирских народов. Торжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинский хоккейный клуб «Сарарка» в гостевом матче обыграл Курганский клуб «Зауралия» со счетом 1-2. Шайбами в матче отметились Исаак Валицкий и Олег Ломако. Этот матч для обеих команд был принципиальным. На момент игры «Сарарка» имела 97 очков, у «Зауралия» – 98. Прежде всего, карагандинцам необходимо было побеждать, чтобы занять четвертое место. Но с таким соперником, как Курганский клуб, это было сделать нелегко. Весь первый период команды обменивались атаками, которые никакого результата не принесли. Во второй двадцатиминутке команды продолжали штурмовать ворота. И к 24-й минуте матча это дало результат. Хозяева реализовали численное большинство – 1-0. Но и карагандинцы не остались в долгу. Спустя четыре с небольшим минуты подопеченные Дмитрия Крамаренко также воспользовались численным большинством и забросили шайбу в ворота «Зауралия». Отличился Исаак Валицкий. На второй перерыв команды ушли при счете 1-1. Практически весь заключительный период команды не могли поразить ворота друг друга. И вот за две минуты и 37 секунд до конца матча Олегу Ламаку удалось забросить вторую шайбу в ворота «Зауралья». Итог встречи – 1-2. Победа «Сарарки». Равная игра. Выстрелили в меньшинстве мы. Опять раз забили. Одна попытка у нас большинство было. Использовали этот момент. И игра шла до гола. Пошли под вороты. Были более удачливые. Использовали этот момент. Выиграли игру. Все болельщиков искренних наших. Также четвертое место. С нашим. Готовимся к самому интересному ворота. Заключительный матч регулярного чемпионата «Сарарка» проведет 19 февраля против Тюменского «Рубина». Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. И последнее на сегодня. 23 февраля во Дворце культуры Горняков в 15.00 состоится отчетная встреча с населением Акима Карагандинской области Ерлана Кушанова. Организаторы заявляют, что принять в ней участие может любой житель области. С 12 февраля начинает работать телефон горячей линии, по которому можно передать главе области свое обращение. С 19 по 22 февраля в спортивном комбинате имени Нуркена Абзирова будут проводиться дни открытых дверей с участием представителей областных управлений. В городах и районах размещены ящики для сбора обращений. На сайте Акимата Карагандинской области на постоянной основе работает виртуальная приемная Акима. 23 февраля в 15.00 часов отчетная встреча Акима области будет транслироваться в прямом эфире на областных телеканалах интернет-ресурсе на сайте Акимата Карагандинской области, а также в социальных сетях. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сауболматер. Редактор субтитров А.Семкин